Роман Пеменов Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. В их числе, закон об овяде Башира, а также документы, касающиеся упрощенного оформления ДТП, ограничения продажи сим-карт без паспортных данных и другие. Связь с 1 июня ужесточается правила продажи сим-карт и предоставления услуг мобильной связи. Последние будут предоставляться только абонентам, которые подтвердили свои персональные данные в отделении связи, через портал ГАСУслуг, информационные системы ГАСОрганов или с помощью электронной подписи. В случае поступления запроса от внутренних органов у абонента будет 15 суток. Чтобы подтвердить свои данные, в противном случае оператор обязан прекратить его обслуживание. Репоинт подчеркивание 2006 подчеркивание 4 0 3 4 4 5 1 0 2 реклама плавитья плавим на те время 0 2 июня 0 0 июня 0 2 июня 0 2 июня 0 1 июня 0 процент прогресс 0 процент стрем тупи прямой эфирный майнинг имя минус 0 2 июня 0 1 плай бач кратя 1 чаптер чаптер с дешриптионс дешриптионсов, селечки оптион чаптион сеттингс, опенс чаптион сеттингс. Селечки. Семи транспаринт, топок, вуэфон, сизи 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, текст, 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 линонир, айсет, деприсид, униформ, брок, шадоу, фонд, фамили, пропортианал, санс сериф, монос, пачу, санс сериф, пропортианал, сэриф, монос, пачу, сериф, число, шрипт, смолчап, срисет, ристари. Альсе Тингстат и дефаульт валуэсду нечлось им отдал диалогента в диалог Уиндау. Налоги с 1 июня банковские операции с драгоценными камнями будут облагаться налогом на добавленную стоимость. А налоги могут быть Взысканы из банковских счетов в брагметаллах при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. 30 июня истекает срок предоставления в налоговый орган уведомления о выбранном на земельном участке. В. Оношение которого применяется вычет по земельному налогу за 2017 год. Это позволит льготным категориям налогоплательщиков и пенсионеров получить налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 600 КВ. М. с 1 января. 2018 года. Уведомление может быть представлено налогоплательщикам в произвольной форме либо в стандартной форме ФНС. Безопасность с 1 июня обводится ограничение на въезд автобусов в города, принимающие чемпионат мира по Футболу 2018. Исключение будет сделано для автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы, а также для получивших специальное разрешение. Запрет на въезд автобусов будет действовать с 1 июня по 17 июля на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, с 1 июня по 30 июня, на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска. Кредитные организации с 1 июня ужесточаются ответственность кредитных организаций. За ненадлежащие совершения операции по банковским счетам клиента. Так, банк будет обязан выплатить не только проценты за пользование денежными средствами на счетах, но и проценты на сумму долга, например в случаях несвоевременного. Зачисление банком на счет клиента поступивших ему денежных средств. Необоснованного списания со счета денежных средств. Невыполнение или несвоевременного выполнения указаний клиента о перечислении или выдаче средств со счета. С 24. Июня кредитные организации обязаны информировать заемщиков не только об условиях предоставления кредита, но и о повышенных рисках валютных кредитов. С 30 июня вводится механизм биометрической идентификации клиента кредитной организации. Процедура Идентификации производится в личном присутствии гражданина, а информация о клиенте с его личного согласия будет заноситься в единую систему идентификации и аутентификации, ЕСИО, и единую биометрическую систему, ЕПС, после проведения идентификации клиента. Кредитная организация может осуществлять некоторые операции, например, открывать счет в банке, без личного присутствия. Транспорт и пассажирские перевозки с 1 июня в четырех российских субъектах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской и В Ленинградской областях допускается оформление дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий среди участников. В таком случае последние вносят суть разногласия в бланк извещения о ДТП на территориях. Остальных субъектов Федерации оформления документов при ДТП с учетом разногласий станет возможна с 1 октября 2019 года. Кроме того, с 1 июня максимальный размер выплат по договору ОСАГО при оформлении. ДТП без участия сотрудников полиции увеличивается с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. С 4 июня вступает в силу закон о черных списках авиадебоширов. Пассажиру, внесенному в специальный реестр, может быть Отказанного в оказании услуг воздушной перевозки. Внесение пассажира в черный список возможно на основании постановления об административном наказании или приговора суда о признании его виновным в совершении преступления на борту Самолета. При этом перевозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира о внесении его в черный список, а также о случаях, когда пассажиру не может быть отказано в заключении договора воздушной Перевозки. Например, авиадебошир все же сможет воспользоваться самолетом, если нет иного способа вернуться в Россию. Исключение пассажира из реестра осуществляется по истечении одного года с даты вступления в силу административного постановления Или приговора суда. Интеллектуальная собственность с 1 июня расширяется перечень случаев, когда автор имеет право на получение вознаграждения при перепродаже своего произведения изобразительного искусства. Теперь автор имеет право на получение процентных Орисление от продавца при каждой перепродаже в том случае, если в качестве посредника, покупателя или продавца в сделке выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный Салон, магазины ДР. Реклама с 3 июня вводится запрет на размещение рекламы на квитанциях за услуги ЖКХ, в том числе на оборотной стороне таких документов. Исключение составит социальная реклама И справочные информационные материалы. Во время рассмотрения соответствующего законопроекта в Совете Федерации Валентина Матвиенко сказала, неужели законом страны надо такую чушь регулировать? Однако в конце марта Верхняя Палата поддержала законопроект. Строительство Прилегающих территорий Продолжение следует...